Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий, я садомник и владею лично подсобного хозяйства. Самый часто задаваемый вопрос во второй половине лета – не нужны ли вам кабачки? И сегодня я хочу с вами поделиться несколькими классными рецептами приготовления кабачков. Но вначале хочу рассказать про саму культуру. Многие огородники не подозревают, какие кабачки полезные и для чего их нужно употреблять в пищу. Кабачок богат калием, магнием, витаминами С, В1, В2, ПП, Е и различными антиоксидантами. Употребление свежего кабачка благотворно влияет на пищеварение, на зрение, на работу желчного пузыря, а также снимает боли в суставах, укрепляет зубы и кости. Из кабачков готовят различные блюда. Это могут быть оладьи, варенье, различные соленья, всем известные закатки, как тещин язык, кабачковая икра и многое-многое другое. Сегодня же я хочу поделиться с вами рецептом приготовления кабачков для тех, кто не любит долго ждать. Кабачки готовятся по такому рецепту всего за несколько часов и не требуется никакой термической обработки. Для приготовления малосольных кабачков понадобится 1 кг молодых кабачков, полстакана соли, полстакана сахара. Соль и сахар мы смешиваем вместе в одну емкость. Кабачки мы очищаем от кожуры, если она уже загрубела, а если молоденькая, то и чистить не надо ни семечки, ни кожуру. Просто нарезаем кабачки кружочками. Толщина кружочков 1-2 см. Затем нам понадобится базилик, петрушка, чеснок и, если кто-то любит поострее, острый перец. Например, я использую перец халапеньо. Также нам понадобится емкость с водой и пустая емкость, например, кастрюля, либо, например, контейнер. В одну емкость я наливаю воду, затем нарезаю кольцами кабачки. Обмакиваю каждое колечко в воду, а затем в смесь соли и сахара. Укладываю кабачки в чистую емкость. Одним слоем. Затем сверху засыпаю мелкопорезную зелень и чеснок. Затем следующий слой кабачков. И так, пока емкость не заполнится до краев. Затем емкость закрываю. Можно сверху поставить гнет, чтобы кабачки прижались и пустили сок. И буду ставить это все в холодильник на 3-4 часа. А лучше поставить это на ночь. Все через несколько часов, либо когда вы проснулись утром, кабачки уже готовы к употреблению. Получаются вкусные, малосольные кабачки, напоминающие по вкусу. Огурцы готовятся просто и очень хорошо их употреблять в пищу, особенно с молоденькой картошечкой. Поэтому советую попробовать такой простой и доступный рецепт. Второй рецепт – это соленые квашеные огурцы. Готовят их по тому же рецепту, что и бочковые огурцы. При таком способе кабачки не маринуются, а именно они квасятся. С помощью молочно-кислых бактерий, которые образуются в процессе брожения, квашения, такие кабачки готовятся. Они очень полезны для здоровья. Ведь употребляя квашеные овощи, это и огурцы, и кабачки, и капуста, и капусту, наш организм оздоравливается. Благодаря употреблению таких овощей в пищу вырабатывается желудочный сок, улучшается пищеварение. И такие овощи, квашеные, гораздо полезнее, чем маринованные. Ведь в них не присутствует никакого уксуса. Чтобы приготовить вот такие квашеные кабачки, понадобятся, опять же, молодые кабачки, которые нарезают кружочками, опять же, толщина кружочка примерно 2-3 сантиметра. На дно чистой трёхлитровой банки закладывается зелень. Это будет укроп, это может быть ещё дубовый лист, хрен, вишнёвый лист, смородина, как кто любит. Несколько зубчиков чеснока, затем укладываются кольца кабачков примерно до половины банки, затем опять зелень, чеснок, и так до верху, пока банка не заполнится. Затем готовится солёный раствор водный, 100 грамм соли примерно на полтора литра воды. Этим раствором заливается банка трёхлитровая до краёв. Всё закупоривается капроновой крышкой и ставится на 5-7 дней на брожение. Когда процесс брожения закончится, кабачки у нас приготовились, можно поменять раствор, чтобы они не перекисли, и поставить в погреб на хранение. Если же вы любите малосольные огурцы-кабачки, то и не нужно дожидаться 5-7 дней. Кабачки будут готовы к употреблению через двое суток. Они будут малосольными, и их можно смело употреблять в пищу. Это довольно простые рецепты, и приготовить вот такие соленья и блюда из кабачков сможет каждый. Обязательно попробуйте приготовить это из кабачков, и вы останетесь довольными результатом. Спасибо за лайки и подписки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!